Дорогие товарищи, позвольте мне от имени Президиума Евразийского общества терапевтов приветствовать вас в этот исторический момент, когда идея единения нашла свое практическое воплощение на земле, славной земле Республики Казахстан. В этот исторический момент мы объединились здесь, чтобы сложить наши усилия в борьбе за долголетие, процветание народов наших стран. Евразийское общество терапевтов сегодня насчитывает 10 республик. Мы объединились вместе, потому что у нас общие интересы. Наша дружба всегда связывала нас, и мы всегда с оптимизмом смотрели будущее. Нас объединяют общие корни, общая история, и я надеюсь, нас объединяет светлое, большое будущее. Я призываю вас всех включиться в эту интенсивную работу. Сегодня работа началась, и она очень интенсивна. Я хочу вам показать первые результаты того, что сделало наше общество. Сегодня разработаны программы школы. Первая школа прошла позавчера в городе Караганде под видой Евразийского общества терапевтов. Разработан и выпущен первый номер журнала Евразийского общества терапевтов. Это международный англоязычно-русскоязычный журнал. Мы призываем вас работать вместе с этим журналом. Сегодня вместе с глубоко уважаемым профессором БАДА, президентом Всемирной ассоциации терапевтов, участником наших мероприятий, будут вручены такие сертификаты. Я еще раз вас призываю с большим интересом посмотреть на работу этого общества, потому что наши цели – это мир, долголетие и процветание наших народов. Позвольте мне выразить от Президиума общества, Евразийского общества терапевтов, огромную благодарность Министерству здравоохранения Республики, которая оказала столько помощи в проведении этого съезда. И позвольте персонально поблагодарить двух людей, которые приложили столько усилий для проведения этого съезда. Я хочу обратиться со словами благодарности к Александру Покатовичу, к Ульнаре Алташевне, поскольку они сделали так много для успешного проведения этого съезда.